Можно ли говорить о том, что какая-то зависимость от России в сфере энергетики и энергетической безопасности слабеет? И что она вообще почти на ноль сведена? Или такого не будет никогда? По газу? В теории можно отказаться от всего чего угодно. Вопрос, какая цена будет этого всего процесса. Вы же помните одну еще простую вещь. По газу что произошло? У нас очень сильно упали объемы потребления. То есть мы сейчас 32 миллиарда всего лишь потребляем в год. А было время? Было время еще при моей памяти около 50 даже больше. Точнее в два раза больше. Да. Есть субъективные и объективные факторы. К сожалению, львиная доля сокращения, если мы отбросим неконтролируемый Крым территорией, там понятно, естественный кусок отрезался земли, просто все, и людей, то понятно, это тоже сыграло роль. Ну вообще, если сравнивать динамику, то, конечно же, промышленность прежде всего за эти три года сократила потребление там больше, чем в два раза. Ну и не потому, что там у нас ввели в эксплуатацию фабрики, производящие высокотехнологичную продукцию. Это же очевидно. Просто перестали работать те заводы или практически перестали заводы, которые этот газ потребляли, производили продукцию, продавали ее в том числе на экспорт и зарабатывали валюту в стране, деньги, налоги и так далее, бюджеты. Ну давайте же, мы все это прекрасно понимаем. Поэтому, в прошлом году, между прочим, на фоне оживления экономики, потребление газопромышленностью выросло на 12%. В прошлом до этого падало, тут чуть-чуть отросло. Все равно оно остается низким, поэтому отказываться можно. Вопрос в том, чем заместить. Пока, в общем, программа 2020 по наращиванию добычи. Ну, я не хочу сказать, что терпит крах, но, очевидно, она вряд ли будет выполнена. До 2020 года Укргаздобыча должна выйти на 20 миллиардов кубов добычи, сейчас у нее 15 с лишним. Частной компании прирастить добычу с 3 до 8 миллиардов кубов. Ну, наша автономность еще все-таки, как-то образом, атомная энергетика не надо забывать. Без Укргаздобыча, частники, такие чистые частники, я к чему веду. Укргаздобыча там, в общем, проваливают успешно все программы, и государственные, и не... Ну, это отдельный разговор. Я к чему веду, что, скорее всего, нам в ближайшие годы от импорта отказаться не получится, газа, вот я возвращаюсь к России. Нужно его куда-то импортировать будет, иначе все тут получается. Давайте оставшиеся заводы остановим или что. Ну, это реверс в ГТА бы импорти, да? Ну, реверс или у Газпрома, он сейчас как... Можно еще эти два года оставшиеся у Газпрома брать, ну, возвращаясь к Стокгольму. Посмотрим, как это все... То есть, в данном контексте отказываться от России, ну, понимаете, в чем дело, что случится, скорее всего, когда они Северный поток построят, турецкий... Они сами откажутся от нас. Вот когда они перестанут качать через нас газ, нам экономически станет намного дороже реверс. Они скажут, окей, ребята, не хотите, не покупайте у нас газ, не хотите, но, поскольку газ идет... Он хорошо тоже понимает, что фактически, ну, много об этом говорилось, прошедший через Украину газ и зашедший по реверсу физически русский, российский. Да, да. И только потому, что отсюда через нашу страну проходит 80, а в этом году даже больше, миллиардов кубов газа в Словакии, например, в крупнейшем реверсном нашем поставщике, ну, с территории страны поставщика, в стране поставщике, образуются большие объемы. А в Словакии их не добывают. Как только русские прекратят транзит, в принципе, они готовы это сделать после строительства Северного потока-2. Когда еще построят? Или там уже сроки какие-то намечены? Сроки, конец 19-го года. Турецкий строится полными... Значит, чтобы вы понимали, в мае текущего года первая труба по плану, она выйдет на территорию на берег Турецкий. На Северном пункте Ки-я-кей. Но это официальное сообщение... Но после этого транзит не исчезнет через Украину, насколько я понимаю. Он не исчезнет, но он настолько сократится, что нам придется физически... Даже после введения в Турцию... Если мы русские и россияне не покупаем газ, придется физически тащить его откуда-то там из... Вот поляки, например, предлагают нам, окей, ребята, мы сейчас вам... Точнее, вы тут построите трубопроводы, и мы вам из Норвегии газ по трубе Baltic pipe, которую они собираются с норвежцами через Данию строить, поставим. Пожалуйста, у нас будет объем, но вопрос в цене этого газа. Хотя, как Коболев по-другому рассуждают. Скажут, у нас должна быть рыночная цена, вы тут что хотите, то и делаете, но платить нужно рыночную. И никого это не волнует. Вот вам Бог, вот вам порог. С точки зрения либеральной экономики, это все просто тупо примитивно и правильно. Это же реформа, возвращаясь к реформам. Это реформа. Хотя она глуповатая, она в либеральной экономике работает идеально. Но когда у людей нет денег платить, когда наши заводы не могут потом эту продукцию продать, как одесский припортовый. Отличный пример, кстати. Возникает вопрос, а кому кроме Коболева, кроме этого Миклаша, кроме, не знаю, еще каких-то западных субъектов, которые заинтересованы просто загнать сюда газ и выручку получить. Кроме каких-то там господ, которые заинтересованы здесь в плацдарме противостояния Путину, кому еще нужны такие реформы? Гражданам Украины, очевидно, которые от этого, что только страдают, работникам ОПЗ, который простаивал на протяжении года. Такая реформа, извините, это шлях, путь в могилу украинской химической промышленности. Так, господин Прохоренко, директор Укргаздобычи, госкомпании, говорит, это какая-то интересует. Ну какая-то, какая-то. Должна быть цена высокая на газ. Нам это хорошо. Возвращаясь к реформам. Мы пробьем в земле еще там тысячу дырок, где-то забудем там газ, получим по 2 миллиона гривен зарплаты или даже больше. И все будет в шоколаде. Будем отдыхать на Мальдивах. Что будет с Одинским репортовым заводом? Ну не вписался в рынок. Давайте мы его порежем. Вот отдадим индусам, индийцам. Но они не хотят его брать, потому что там долги. А экономика это взаимосвязанный процесс. Да, Дмитрий, вот я один вопрос. Напоследок о взаимосвязи экономики, а точнее о вплетенности Украины все-таки мировой экономикой. Почему же, если вот вы говорите уже неоднократно в этой студии, но я этого боюсь, как гражданин Украины, да? Что Украина останется без транзита российского газа. Полностью, но резко снизится. И как бы просто непонятно, как здесь будет жить. Остается две вещи. Первая, это земля. И о ней мы говорим сейчас пока не будем. Но это интересный вопрос. В этом году будет решен вопрос о собственности, о рынке земли. А второй вопрос, который часто тоже возникает и в этой студии. Что все-таки наша ГТС кого-то интересует, кроме нас еще. То есть есть ли покупатель на нее. И разные были там предложения. Вот сегодня она представит себе такую, ну скажем, ценность или стоимость на нее как-то определена. И что она стоит. Можно ли таким образом, продав эту ГТС, ну кто-то же эти большие сделки готовит, решить проблему Украины. Там экономические долги и прочее прочее. Вот последний вопрос такой. Оценка была. Она не публична. Там речь шла о цифрах 22-25 миллиардов долларов США без хранилищ. Хотя опять же все привязано к объему транзита. Все прекрасно понимаете. Россия не прекращает транзит. Она стоит там чуть-чуть больше, чем металлолом. Поэтому есть четыре субъекта. Они уже с ними нефтегаз официально меморандумы подписал. Это итальянцы, SNEMS, Ustream, Slovakia, Dirty Gas. Это французы и нидерландская. Они как бы предварительно. Ну как сказал господин Витренко, соратник Кобальва. Это просто меморандумы, там ничего конкретного. А что может быть написано? Они все ждут, что будет северным потоком. Как разрешится ситуация в треугольнике Москва-Брюссель. Будет ли запущен северный поток вовремя. Какие будут объемы транзита через Украину. Но при этом, согласно нашему плану реформ, Министерство энергетики перед Новым годом или даже Кабмин официально разослал всем участникам процесса, которые могут войти в капитал украинского оператора ГТС, приглашения. Это субъекты Евросоюза и США. Другим запрещено. По закону нашему. Ну вот посмотрим. То есть покупатель на нее пока есть на ГТС, да? Ну это не совсем покупатели. Это те, кто могут войти в качестве, получить неконтрольный пакет. Там изучали разговоры уже о лизинге со стороны Слуакова итальянца. Тут все не так просто. Никто не хочет тратить деньги. Понимаете, в чем дело? Вот то, что просочилось в СМИ. Они хотят просто взять несколько труб, не всю ГТС, не всю транзитную ГТС магистральную, а только пару труб, которая нужна, чтобы что? Качать этот русский газ через Украину, Словакию в Италию. Все. Остальное, извините, что хотите с ним, то и там и ковыряйтесь. Проверите геодезические. Проверите эти трубы в вертикальное положение. Забивайте их к центру земли. Я, конечно, иронизирую, но дурных, как кажется, нема. Знаете, в Украине есть такая. Все хотят получить выручку, выгоду. Это можно сделать только в компромиссе с Газпромом. Пока никаких переговоров о будущем транзитном Украине после 2019 года не существует. В Газпроме даже не готовы идти на них пока. С Коболевыми точно разговаривать не будут. Ну, там или будут. Нужен какой-то субъект здесь. Ну, не знаю, Гройсман может быть. Ну, как вы себе это все представляете? Нужно ехать в Москву. Ну, сразу придет СМН, и что? Приварит себя к ручке на входе. Понимаете, в чем дело? А за СМН будет стоять некий субъект, находящийся в Швейцарии, который еще там чек выпишет. Субъект, потому что вы о нем вспомнили пару раз. Я о нем всегда помню. Что-то у него получилось или нет в его противостоянии с Ахметовом вместо Коломойского? Или наоборот, ему дали? Не, но там есть взаимные аресты счетов. Причем, я так понимаю, там идет грызня в треугольнике. Много субъекта. Еще там одна фамилия очень известная. Еще одного из них. Ну, это в Лондоне, да? То есть все происходит. Да, в Лондоне. Там идет грызня, будь здоров какая. Ну, собственно, Фирташ, Коломойский, Ахметов как-то все-таки это люди, великолепные люди, с которыми приходится считаться даже нам. Все пока промежуточное. Я думаю, что нет, как сказал этот субъект, уже последнюю фразу, как он, помните, говорил якобы в одном, ну, это тоже мифическая, полу-мифическая история, что жизнь это супермаркет, можно взять все, что угодно, но касса на выходе. Ну, кстати, это справедливо очень, а надо отдать ему должное. Так.